Песен Ваня давно не писал. Или писал, но никому не показывал. Только в самом начале, еще когда оставалась какая-то надежда на спасение, и многие не падали духом, прямо в разгар хмельной вечеринки Ваня написал ту самую новую песню, которую Саша слышал у Кирилла в оранжереи, ставшую впоследствии своеобразным гимном для обитателей базы. Но потом наступили довольно тяжелые времена. Надежда на спасение сверху у всех быстро иссякла, и начался тяжелый труд, в котором Ване не нашлось достойного применения. Он замкнулся в себе, потерял интерес к окружающему и бесшумно бродил по базе, как привидение, почти ни с кем не разговаривая и думая о чем-то своем. Неудивительно, что услышанное от Вани несколько минут назад так удивило Сашу, и судя по выражению лиц остальных ребят. «О чем песня-то?» – нарушил повисшую тишину Максим. Ваня встал, пересек комнату, взял в стоявшую в углу гитару, сел обратно на кровать и начал наигрывать грустную мелодию. Пару минут, подбирав более подходящее разрешение аккордов, и остановившись на одном варианте, он запел. На Марсе класс, на красные пески, крутые горы и кратеры, безумно красивые каналы рядом с экватором. Ничто не сравнится с домашними закатами, правда холодновато, и табление, мягко говоря, низковатое. Зато две луны на небе и очень яркие звезды, это из-за низкой плотности воздуха. Жаль, что так поздно, земля, не получились руки с этой прекрасной планеты. Тут было еще прикольнее до местного конца света. Летом цвели пышным цветом диковинные растения, невиданно высокие из-за слабого притяжения. Шумели гигантскими кронами в листах, сферах и парках, где в их тени прятались местные жители, когда жарко. Они были похожи на нас, и во всем, конечно, но все-таки в целом без какой-то там оголтела экзотики, иная форма ушей. Пальцы рук другие подлиннее, но умирать им было так же страшно, как тебе или мне. Марс, бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа, пушки на пол, черту битвы в топку, военные карты с планами наступлений. Засыпаем окопы, разбираем укрепления. Марс, бог войны, не слышащий молитвы, вали с Олимпа, пушки на пол, черту битвы в топку, военные карты с планами наступлений. Засыпаем окопы. Египтяне в спешке ворочали в каменные блоки Пирамида не шутка, тут нельзя не уложиться в сроки Они орошали посевы, делали из красника пергамент Славили рай и жестоко расправлялись с врагами А на красной точке в осине-черном южном небе ночном Пока рабы отдыхали от проделанного днем Пока жрецам снились плутниться, а фараону кошмары Самолеты и ракеты заполоняли радары Пара ударов, еще пара попытка перехвата Забавная все-таки штука, этот ваш мирный атом Высокие технологии, культура богатая А теперь только красные пески, крутые горы и кратеры Безумно красивые каналы рядом с экватором Но некому больше любоваться дношными закатами Крутится вокруг солнца рыжий безжизненный глобус А вокруг него в свою очередь Теймос и Фобос Марс Ох войны, не слышащие молитвы Бали с Олимпа, пушки на пол В черту битвы в топу, боянные карты с планами наступлений Засыпаем окопы, разбираем укрепление Марс Ох войны, не слышащие молитвы Бали с Олимпа, пушки на пол В черту битвы в топу, боянные карты с планами наступлений Засыпаем окопы, разбираем укрепление Разные песни, крутые горы и кратеры Безумно красивые каналы рядом с экватором Ничто не сравнится с тамошними закатами На Марсе классно 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 Ваня закончил петь Несколько мгновений все сидели тихо, погруженные в свои мысли Песня была грустная и очень трогала Навивая щемящую тоску по безвозвратно ушедшему в прошлое прекрасному миру Окружавшему людей раньше вместо этих бетонных лабиринтов Круто Субтитры создавал DimaTorzok